Продолжение следует... 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 По сути, это потому, что нужно было отсчитать 7 раз по 7 недель. И таким образом мы отсчитали 49 дней. 50-й день, 50-ница — это и есть наш праздник. Интересно, что слово «швот» может еще быть прочитано как «швот», что значит «клятвы». Еврейские мудрецы всегда говорили, что в этом есть намек на то, что народ израильский обещал Богу соблюдать Тору, а Бог, в свою очередь, обещал и Аврааму, что все его обетования исполнятся в его потомках в народе израильском. На мой взгляд, это очень важно в свете того, что одно из названий праздника «швот» — это «матан-тара», что значит «дарование Торы». Считается, что именно в этот день Бог даровал свои заповеди народу Израиля. Помимо этого, праздник, как и практически все еврейские праздники, божьи праздники, господние праздники, библейские праздники, указанные на страницах Священного Писания, имеет сельскохозяйственное назначение. Именно поэтому его еще называют праздником Викурим, что значит «первенки». Дело в том, что народ израильский должен был, как написано, «а теперь вот я принес первенки урожая земли, которые ты дал мне, Господь, приносить первые плоды от собранного урожая». И в данном случае приносились пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранаты, оливки и финики. Семь плодов. И в соответствии с этим это название. Все это имеет такое познавательное значение, но, наверное, немногие знают, что есть еще и связь между праздником Шавуот и ювелем, юбилейным годом. Сегодня как-то в русской традиции считается, что каждый пятый год, каждый круглый год юбилейный. Но на самом деле юбилейный – это только 50-й год. Ювель на страницах Священного Писания очень важный год, потому что древний Израиль должен был отпускать рабов, возвращать земли, прощать долги. Много и много чего. И с древних времен мудрецы видели очень тесную связь между ювелем и тысячелетним царством. А в свою очередь Шавуот, не только в силу того, что это тоже 50-й день, то есть там 50-й год, здесь 50-й день, но еще и в силу того, что в этот день была дана Тора, закон Моисея, и имеет очень тесную связь с ювелем, а значит с тысячелетним царством. Вот такое довольно пространное вступление. Почему? Потому что мы сейчас перейдем к одной из важнейшей традиций праздника Шавуот, которая касается духовной жизни евреев и всех, кто соблюдает подобные заповеди. А именно, с древних времен существует обычай, что в этот период времени, именно в ночь Шавуот, читается так называемая Мигелат Руд или книга Руфь. И есть несколько объяснений тому, что читается именно эта книга. Во-первых, как вы знаете, Руфь – это моавитянка, она не была еврейкой, но при этом она стала прабабушкой царя Давида. И это очень важно. Особенно важно для тех из нас, кто верит, что Ешо, Мессия, пришел в этот мир и был потомком Давида. То есть, получается, она была прабабушкой царя Давида, а значит и прапрапраматерью нашего Мессии. Это первый момент. Второй момент, почему принято читать этот текст, это потому, что действие, как вы, возможно, знаете, в книге проходит на фоне сбора урожая жадва пшеницы. А именно в этот период между праздником Шевод и Песах выращивается и собирается урожай пшеницы. И вот здесь мудрицы с древних времен увидели эту тесную связь. И таким образом традиция читать именно свитки Руфь и стали постоянными в еврейском народе. Давайте вместе с вами прочитаем первая глава первой стихи. «И было в те дни, когда правили судьи, и когда был в стране голод, один человек из Бет-Лехема Иудейского ушел, чтобы пожить на полях Моавицких. Он и жена его, и двое сыновей его». На полях израильских был голод, и Элемелех вместе со своей семьей отправился на поля Моавитянский. Опять-таки, нехорошо, потому что хочу напомнить, что Моавитяне были врагами Израиля. Дальше. Мы читаем с вами о том, что произошло несколько событий, как бы таких вспышек ярких. Во-первых, мы видим, что Элемелех умер, и женщина Ноами осталась с двумя детьми. с сыновьями, что в принципе сыновья должны были о ней заботиться. Дальше мы видим тоже не очень красивую ситуацию. Почему? Потому что ее сыновья берут в жены себе местных женщин, что было всегда неугодно Богу в те времена. Дальше мы видим еще хуже ситуацию. Дело в том, что сыновья ее тоже умирают. И она остается одна. По сути, три вдовы остаются одни. И вот таким образом Ноамин приходит к выводу, что ей нужно возвращаться в землю Абитаманную. Почему она пришла к такому выводу? Я думаю, что дело в том, что она прекрасно знала, что в древнем мире выжить трем вдовом без мужа, без отца, без сына было очень и очень тяжело. Но в Израиле у нее такой шанс был. Почему? Потому что она знала, что наверняка в земле Абитаманной есть люди, которые соблюдают заповеди, а значит, они заботятся о таких, как она. И об этом мы с вами чуть дальше увидим. Как мы знаем, после смерти сыновей, Ноамин трижды обращается к своим невесткам с предложением уйти. Судя по всему, одна невестка все-таки ушла, но вторая невестка, которую звали Рут, проявила намерение твердо и остаться вместе с ней и приехала в землю Абитаманную. Интересно, что когда они говорили друг с другом, и Рут говорит такие слова, что твой народ будет моим народом, а твой Бог будет моим Богом, по сути, наверное, нужно сказать, что в этот момент и произошло то, что в иудаизме называется ги-юр, то есть обращение Рут к Богу. Хотя это было еще раньше, где-то заложено, мы можем увидеть некоторые признаки того, что это не было спонтанным решением, не было решением неожиданным для Рут. Она потихоньку к этому подходила, и вот она говорит, на еврите это звучит так, амех ами элогех элоги, что значит, как я и говорил, твой Бог будет моим Богом, и твой народ будет моим народом. То есть она чувствовала вот эту сопричастность к еврейскому народу, и таким образом они отправились назад в землю обетованную. Интересно, почему я вспомнил эти слова. Во 2 главе 11 стих написано, «И оставила ты отца своего и мать свою и родную страну, и пошла ты к народу, которого еще совсем недавно не знала». По сути, этот текст сравнивает или приравнивает даже, можно сказать так, Рут к Аврааму. Наверняка многие из вас знают, что некогда Бог сказал Аврааму, «Пойди, оставь землю родства своего, пойди в землю» и так далее, и так далее, и так далее. Это 12 глава Сефер-Бариши, это «Бытие», 12 глава с 1 по 3 стих. И здесь мы видим то же самое. По сути, Авраам же был первым человеком, который принял иудаизм, если выражаться сегодняшним языком. Вообще, нужно сказать, что еврейство значительно отличается от других народов. То есть русский человек, даже прожив всю свою жизнь, например, в Японии, узнав культуру, даже родившись там и вырастя, он все равно не станет японцем, он будет русским. Жившим в Японии. Француз никогда не станет, не знаю, итальянцем. Он все равно останется французом. И только евреем можно стать. Причем, с точки зрения законов Торы, человек, принявший еврейство, ничем не отличается от того, кто так родился. Больше скажу, что есть знаменитые в Израиле раввины, как, например, Раф Акива, который родился не евреем. Он уверовал и принял геюр, обратился в иудаизм и потом стал великим раввином. Но что это значит? Это значит, что Израиль – это народ, но не нации. И мы видим на страницах Священного Писания многократно, что, например, когда еврейский народ выходил из Египта, с ними вышли же и другие народы. Потом к ним присоединился и Афор. Он был медьянином. И так дальше, и так дальше. Мы это понимаем. А что же тогда определяет еврейский народ? Еврейский народ определяет завет, который Бог заключил с Авраамом. Этот завет содержит многие, как мы на еврите говорим, тнаим условия, которые Бог взял на себя и которые он до сих пор продолжает выполнять. И Рут, чтобы присоединиться к этому, чтобы произнести те слова, которые она произнесла, она, безусловно, должна была пройти вот этот путь к осознанию существования Бога и его роли в жизни человека. Итак, они вернулись в землю обетованную. И мы с вами можем видеть эту картину, как Рут ходит в поля, как она собирает колоски. О чем это говорит? Прежде всего, это говорит о ее вере. Смотрите, она верила в то, что в Израиле есть люди, которые будут выполнять заповеди Божьи. Именно закон определял заповеди, определяли то, что на поле нужно оставлять часть урожая именно как раз для таких, как Рут. Дальше. Она, побуждаемая своей свекровью, ходила, собирала, не опасаясь на смешек, не переживая по вопросу, что скажут люди. Она так проявляла свою веру. Со своей стороны, человек, который тоже фигурирует в нашем священном писании, Боас, он тоже проявлял свою веру. Мы с вами читаем... Мы с вами читаем, что он не только повелел своим работникам не прогонять ее, не наказывать ее, он повелел своим работникам оставлять ей побольше. Потому что, будучи верующим человеком, он понимал, что таким людям, как Рут, очень тяжело выжить. И он, как человек, исполняющий заповеди Господни, хотел, чтобы она продолжала жить. Больше того, интересно, что вера этой женщины имела более глубокий, или, точнее сказать, более далеко идущие последствия для ее жизни. Приходит момент, когда Боас выступает инициатором для того, чтобы родственники выкупили поле у Наамин и Рут. Это был вполне законный поступок. Он прописан в Торе, что когда женщина остается вдова, чтобы она не голодала, у нее можно было выкупить поле. Таким образом, земля оставалась в роду, а женщина получала деньги, на которой она могла спокойно жить, что, кстати, не запрещало ей продолжать, например, собирать колоски в поле. Но и вот Боас, зная заповеди Божьи, выступает инициатором действия такого, чтобы их родственник выкупил у них эти поля. Родственник согласился выкупить поле, но Боас ставит одно важное условие. Он предлагает этому родственнику жениться на Рут, таким образом восстановив род. На самом деле, это не совсем точно по закону. Почему? Потому что так называемый либератный брак имел отношение только к родным братьям. То есть, если умирал брак, как мы с вами читаем, если братья живут вместе, один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жены и жить с нею. Книга Ваекра, Левит, 25 глава, 5 стих. И вот этот либератный брак, он не имел отношения к родственнику. Почему? Потому что он не был братом покойного Мура. Но вместе с тем мы видим желание Буаза проявить заботу о Руте, ее свекрови и нами. И поэтому, когда этот человек отказывается от вполне закона, он ничего не нарушил, отказывается от того, чтобы жениться на Рут, Буаз принимает решение взять ее к жены. О чем нам это говорит? Это нам говорит еще и о том, что видя ее жизнь, жизнь Рут, видя ее поступки, поведение, Буаз признает ее Георг. Смотрите, закон о левератном браке, законы Торы, говорящие о своем отношении с вдовами, они не имели отношения к женщинам, которые были из других народов. По сути, когда сыновья Рут взяли к себе иноплеменных жен, они отступили, и с точки зрения Торы этот брак не был действительным. Но видя жизнь Рут, видя ее поведение, видя ее стремление, видя ее желание следовать за Богом, Буаз принимает решение, то есть по сути он признает ее обращение в иудаизм, признает ее Георг и решает вступить с ней в брак. И как мы с вами теперь понимаем, в конечном счете, они становятся прадедом и прабабкой царя Давида и пращурами самого Машеха Иисуса. Думаю, вы теперь понимаете, что действительно между праздником дрования Торы и этими текстами есть очень много общего. Подобно, как возле горы Синай, когда помимо народа израильского у подножья стояли другие народы, вышедшие с ними из Египта, так и здесь мы видим, что обраку идут иудеи и нееврейка. Они становятся великими для этого мира, будучи вместе у ног Бога. Вот о чем этот урок. без веры эта жизнь лишена смысла. Только веря в Бога, только желание следовать за их заповеди. Ведь смотрите, на самом деле в этой книге нету, так сказать, злодеев, нету людей, которые, я не знаю, как фараон или Валаам пытаются уничтожить еврейский народ или еще что-нибудь в этом роде. Все более или менее выполняют заповеди. Но есть два человека, которые не просто делают, но и хотят сделать больше. Рут, которая заботится о своей свекрови, чего могла бы не делать, в принципе, у нее не было такой обязанности. И тем самым проявляет веру и во всем доверяет Богу и принимает его решения. И Ваас, который всегда стремился сделать больше, нежели чем просто предписано заповеди Торы. Почему? Потому что он понимал, что ведомой верой, что именно этого ждет от него Бог. Будь то в эпизоде, когда он повелел слугам своим отбросить побольше ей, или в дальнейшем, когда он взял ее в жены. Не важно. Важно, что оба человека руководствовались верой. И я думаю, это и есть причина и корень того, что имена их стали великими в Израиле и для всего мира. Вот такой у нас замечательный праздник Шивот. Во многих общинах Европы принято в этот период не кушать мясного, питаться только молочным. Далеко не все это принимают. Но вот это, на мой взгляд, традиция чтения Свитка Руд весьма и весьма полезна для каждого верующего человека. И да благословит вас Господь отпраздновать этот праздник. Мы еще поговорим отдельно о том, как этот праздник упоминается в Новом Завете, да, и все, что с ним связано в книге Деяния Апостолов. Будет у нас, мы начнем скоро изучать книгу Деяния Апостолов. Но на этом все. Благослови вас Господь и Шаббат Шалом! Шаббат Шалом! Шаббат Шалом! Шаббат Шалом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok